Добрый день! С вами Ирина Багнёк и канал Усадьба Багира. Продолжаем работу по формированию бенгальского фикуса. Насколько он в прошлом году не радовал тем, что не рос. Долго-долго не рос. Я рассказывала в одном из видео. Настолько он радует в этом году. Посмотрите, мы его совсем недавно обрезали. И посмотрите, что у нас выросло. Ну, вот. Вот огромные вершина. Вот боковая, вот боковая. Потом вот тут побег. Уже прям оформляется и вот-вот пойдёт расти. Вот у этого листа побег виден. У других вот этот и этот пока не видны. Ну, вот тут точечка есть. Он может там быть. Поэтому шансы есть. Условия хорошие. Рост у него хороший. И проведём ему обрезку. Значит, что делаем? Казалось бы, можно не резать. Всё прекрасно растёт. У нас конец июля. Зачем всё резать? Пускай растёт. Но смотрите, если хочется вот этот побег... Где он? Господи, чтобы не сломать. Вот этот побег, чтобы выросла веточка. Вот этот, чтобы допробуждался вот здесь у этого листа, то нам надо убрать что-то сильное. Это первое, почему надо резать. Второе. Вершина у нас вот здесь. Вот эта вершина на данный момент. А эти две ветви уже практически её догнали. И судя по тому, какие тут листья, какие почечки размер и какие листья здесь и почки у этой вершины, эти гораздо сильнее. Поэтому надо сокращать, чтобы нам и вершину в том числе поддержать. Дальше. Вот тут, в принципе, неплохо у нас идёт разветвление. Но вы сейчас видите... Секунду. Примерное лицо. И получается вот эта ветвь, она идёт в лицо на этом уровне. Даже при том, что он планируется не очень-очень высокий, а что-то среднего. Я пока ещё не знаю его конечную высоту, не продумывала именно у этого экземпляра. Вот. Всё равно на этой высоте не хочется, чтобы так вот в лицо шло. Хочется перевести на вот эту веточку. Она будет чуть-чуть в сторону. Вот. Что ещё у нас? Ну и, собственно, с самой вершиной тоже слегка поработать. То есть в данном случае... Всегда мы смотрим, какая цель. Если хочется просто вырастить куст, то можно просто вот эти два прищепнуть вот так. Ну, не прищепнуть, сократить. Вот. Они затормозятся в росте. Остальные чуть-чуть побыстрее будут расти. И окей. Если хочется чуть-чуть поформировать, чтобы был виден как-то ствол интересней, чтобы попробуждать вот какие-то ещё почки пониже. Потому что даже если они не будут ветвями, то есть прям ветвь, да, со временем, в смысле оставленная ветвь, чтобы была, они вырастут здесь. Ну вот. Мы обрежем. Они вырастут. Пробудятся, вырастут. И своим ростом сработают на утолщение ствола. Что тоже хорошо. То есть всегда смотрим, какая у нас цель. Ну а я буду показывать то, что делаю я. Значит, как уже сказала, мы очень сильно сокращаем вот это и вот этот ветвь. Сейчас, секунду. И сокращаем их. Вот вы видите, сейчас вот с этого начнём. Оставляем один лист, второй лист. Можно вот здесь сократить. У нас куда лист, туда и ветвь пойдёт чуть-чуть более полога. Но мне не хочется такие длинные междоузлия. Вот видите, довольно длинные. Мне хочется их покомпактнее, как вот здесь. Поэтому режем после второго. У них у всех есть вот эта точечка. В общем, вот лист. И там маленькая точка. Стараемся эту точечку не срезать. Чтобы мне просто не капало здесь по всему. Сейчас по всему стволу и по всему столу тоже будем промакивать. Так, потом этот режем. Смотрим, выбираем. Мы можем после вот этого маленького листа срезать. Можем здесь. Смотрим уровень ещё вот этих двух ветвей. То есть не хочется, чтобы она была сильно выше боковой. Они довольно близко. Надеюсь, вам видно. Вот. Поэтому смотрим. Здесь у нас междоузлия вот это чуть-чуть покороче. Мы, по идее, можем вот так срезать. И пока оставить. Пока оставить. Опять там точечка чуть выше. Поэтому режем. Так. Посмотрим потом подальше. Так. Это нам поможет в пробуждении вот этих нижних. Идём выше. Идём выше. Вот здесь вот я не хочу это вот вперёд смотреть. Плюс длинное-длинное междоузлие. Тоже убираем. Тоже убираем. Так. Так. И мы пришли к вершине. Я её долго думала. Сейчас, секунду. Посмотрю и поверну к вам лицом. Ладно, пусть капает. Тут толку никакого. Потом сполосну и всё. Я долго думала. Но очень не нравится мне вот это длинное междоузлие. То есть оно ровное, одинаковое. Хочется, чтобы они... Вот когда они коротенькие, мы... Во-первых, они коротенькие, ближе листья. Во-вторых, мы видим какую-никакую конусность. Вот они постепенно... И вообще, вот в начале у нас много, часто листья были, да. А здесь не такое большое. Немножечко вот изгиб, если мы переводим на вершину сюда. То есть это срезаем. Чуть-чуть у нас идёт... Идёт как бы... Как бы не в ту сторону. В принципе, имеет право быть. Поэтому я его всё-таки уберу. Так. Так. Будет у нас... Будет у нас красота. Так. Что ещё? Ну, такие маленькие, естественно. Не трогаем, не прищипываем. Здесь тоже рановато. Надо, чтобы эти листья уже... Вот они мягкие-мягкие совсем. Потом они становятся чуть-чуть пожёстче. Вот так. Вот мягкие вот эти уже пожёстче. Вот тогда, если он такой, то можно было бы срезать до этого листа. Пока такой очень слабый побег может даже засохнуть, если мы его сейчас срежем. Вот. Значит, мы сократили здесь. Остановили большие сильные ветви. Вот эти. Листья поработает у нас вот этот ветвь. Пробудятся те, что есть. Эти листья постепенно опадают. Какие-то уже опали. Вот. Вот у этих двух побегов были листья. Они опали. Это нормально. Старые. Но они вырастили новые побеги. И что ещё я хочу сделать? Я хочу вот этот воздушный корень убрать. Вот так вам видно. Потому что он хорошо здесь утолщает. Но мне очень нравится вот это вот. Как звёздочкой практически. Смотрим вниз. Вот такое вот основание. Он чуть-чуть высоковато. А хочется, чтобы вот чуть ниже у нас утолщался. Вот если вы посмотрите. У нас тут утолщается. А там как бы чуть-чуть более ровно идёт. Хочется, чтобы прям расплывался. Расходился. А это сделают именно вот эти пониже корни. Поэтому он там побыл. Он очень долго был. Этот корень воздушный вырос. Сейчас поработал как корень. Помог нашему растению. Я не буду его сейчас пытаться вынуть. Вот я его просто вырежу так аккуратно. И всё. Во! Он тут зарастёт. Своим зарастанием он тоже тут слегка ещё поработает. Но утолщение. И потом у нас будут именно эти работать. Вот эти нижние. Вот их плохо видно. Они там тоже. И у нас будет расширяться именно та часть. И это будет хорошо. Не хочу нагромождения корней. И со временем, наверное, уберу вот этот маленький корень. Тоже мне не нравится, как он идёт. Или наоборот, его может оставить. Может этот. Уберу. Если тут какой-то ещё рядышком будет. В общем, с этими потом надо будет посмотреть тоже. Но не хочется, чтобы они один на другой были. Вот как фикусы умеют и любят это делать. Вот здесь уже пытаются. Один. Тут второй маленький. Ещё третий. Вот тут малюсенький ещё. Так что вот, чтобы этого не было, будем их сразу. Чтобы потом не убирать очень много сильное. Сразу мы их будем постепенно убирать. Так. Смотрим, всё ли мы сделали. Да? Всё? Так что сейчас опрыскать, чтобы этот сок смылся хорошо. Вытереть, если где он уже решил засохнуть. Вот как на листьях пытается. И идёт обратно. Он стоит на западной полочке. На улице. На улице. Хорошо ему там. И южная попадает. Так она. Потому что не закрыта совсем. Юг. Юго-запад. И запад там попадает. Ему солнце растёт прекрасно. В этом году он растёт прекрасно. И радует своим ростом. Наверное, ему надо было в прошлом году набраться сил, вырастить. Он порос. А потом долго-долго стоял, думал. Поэтому, наверное, был нужен ему этот этап. Но часто говорят, что у многих бенгальские именно так периодами долго думают. Поэтому не пугайтесь. Для них это норма. А потом набрался сил. Условия у него хорошие. И он прекрасно растёт. Очень мне нравится. Один из моих любимых видов. Всё. Подписывайтесь на канал. Уведите продолжение. Удачи! Продолжение следует... Продолжение следует...